Тайпомания 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 Класс, 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 все. Прима есть. Давайте попробуем квинту. Квинту. Значит, давайте так. У вас три ряда. Давайте попробуем вот так вот. Здесь у нас будет нота. Еще раз. Погромче, громче. Сейчас будет красиво. Закройте глаза. Помните свои ноты. Закройте глаза и погромче, чтобы красиво сейчас было. Внимание, начали. Громче. Закройте глаза. Пять минуту. Молодцы. Ну теперь я вас научу манипулировать толпой. Об этом мы поговорим с вами полчаса. У меня всего 13 слайдов. Есть слово манипуляции. Оно имеет какой-то отрицательный оттенок. Чувствуете, да? Неприятно, когда вами манипулируют. Слово руководство приятное. Хотя корень один и тот же. Вы знаете, да? Манус — это рука. Давайте я не буду использовать слово манипуляции, чтобы это не… Ну как бы… Я не знаю, у нас сейчас не хватит времени для того, чтобы определиться в этих терминах. Давайте использовать слово руководство. То есть создание неких идей, которые кто-то помогает вам выполнять. Возглавить кавалерийскую атаку, завести мощный дизайн-проект — это все руководство. Есть важная штука — свобода выбора. Есть такой парадокс в философии, что когда у вас нет свободы выбора, то вам легче живется немножечко. То есть когда вы подчиняетесь определенной системе, определенным правилам, определенным командам, вы так немножко мозг приятно так отключаете, и вам в принципе хорошо. То есть вы в общем-то свободны душевно. А если наоборот вы принимаете решения, если вы формируете какие-то идеи, какие-то действия, то вы дико несвободный человек. То есть вы все время, у вас есть какие-то условия. Понимаете, какой парадокс? Вам надо немножечко решить, о чем мы сейчас будем заниматься. Но мне кажется, интереснее попробовать быть человеком, который диктует условия. Есть ли среди вас арт-директора? Поднимите руку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, восемнадцать с половиной. Хорошо. Значит, те, кто арт-директора, мы их, кстати, еще сегодня проверим на арт-директорство. Я же предлагаю всей остальной аудитории, которые никогда не работали арт-директорами, стать арт-директорами. Это не очень сложно, но это дико важно. Арт-директор — это не обязательно тот, кто имеет такую должность. А это человек, который может что-то придумать, дизайнер может что-то придумать и попросить кого-то помочь ему это сделать. То есть сформулировать словами некий визуальный образ. И, например, в телефонном звонке, в телефонном разговоре его передать другому. Или в письменной форме. Иногда бывает, что даже тот человек, который называется арт-директором, не может точно передать. То есть у него в голове что-то есть, он знает, как хочет, чтобы было. Он передает как-то своим способом своему коллеге, дизайнеру, например. Дизайнер делает не то. Бывает такое? И думаешь, ну дизайнер, в общем, не прав. Дизайнер, в общем, не прав. У меня же в голове все это было. Где-то произошел разрыв. А может он произошел еще до дизайнера. Где-то посерединочке произошел этот разрыв. А у нас, у меня есть несколько дизайн-школ, и на одном курсе, который называется Т24, у нас есть такое игровое задание. Оно называется арт-директор. Человек, который должен сделать плакат, ну у нас, мы иногда так делаем такие смешные плакаты, типа на тему восточной медицины. Берем несуществующие шрифты. Значит, арт-директор плаката не имеет права прикоснуться к нему. Вот. У него есть иллюстратор и есть верстальщик. И он должен каким-то образом сообщить иллюстратору, что надо нарисовать. И тут, кстати, не прокатит вот это, отправит референсы, сделай мне так же. Вы же не знаете, как ваш дизайнер умеет рисовать, да? Значит, сначала надо поинтересоваться, посмотреть портфолио. Это задание обычно занятие на два, на три такое, это оно у нас из долгих. И верстальщик. Верстальщику надо показать какие-то принципы верстки и потом добиться дико подробного, дико сложного плаката. И здесь важен не столько вот этот вот результат, который вы видите, а то, что это сделано не руками. То есть это сделано при помощи чужих рук, понимаете? А те, кто не проходил наш курс Т24, поиграйте в это, потренируйтесь, поделайте так учебные задания. Если у вас есть преподы, которым можно это предложить, предложите. И в работе, в реальной, это все тоже можно использовать. Важная штука для хороших коммуникаций – это теплые отношения к людям. Это как в семье. Вот, смотрите. Поднимите мне руку, у кого есть любимый человек. Так, ну почти у всех. Держите, 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 держите. Оставьте руку поднятой те, у кого любимый человек 5 лет уже. У кого любимый человек есть 10 лет. У кого любимый человек 20 лет. Ну, а? Маму можно считать, а почему? Пожалуйста. Понятно. А, всем меньше просто 20. Понятно. Прекрасно. Смотрите, вы же прекрасно понимаете, чтобы для того, чтобы конфликта с любимым человеком не было, вы должны, ну, как бы не наваливать на него свои какие-то идеи, да, мысли, а вы должны как-то с ним, ну, как-то вот, да, скоммуницировать, да, какие-то уголки там за 20 лет сотрутся, да. У меня выше стаж, чем у вас. Какие-то, наоборот, то есть это такой пазл. И взаимный интерес, ну, я не знаю, у кого-нибудь из вас есть дети? Старше двух лет, например, а старше пяти тоже есть. Прекрасно. Ну, вот вы же знаете, да, что ребёнок иногда начинает чего-то говорить, ну, как бы неинтересное для вас, да. Если вы говорите, показываете, что вам это неинтересно, ну, ребёнок как бы замыкается, и это очень плохо. А если вы слушаете, да что бы он ни рассказывал, там, в раннем возрасте, про какие-то там пирамидки, там, какие-то там рисуночки, там, в более зрелом возрасте, про какие-то паблики ВКонтакте, слушайте, интересуйтесь. Значит, то же самое работает и с клиентами, и то же самое работает и с сотрудниками. Вот я предлагаю вам после этой нашей встречи стать арт-директорами. А поработать с кем-то, это может быть не коммерческий проект, и даже и хорошо, если это будет, может быть маленький проект, придумайте что-то и попросите кого-то помочь вам это сделать. Фестиваль «Типомания», который проходит уже седьмой год, вот будет в Москве. На этот фестиваль съезжается довольно много и зрителей, и спикеров, вот в этом году будет около 20 иностранцев. Для того, чтобы приглашать людей на фестиваль, что можно сделать? Можно сделать рекламу, можно запостить какие-то картиночки, на которых написано «Типомания, приходите». И в какой-то момент я так делал и понял, что лайкают в основном. В основном, конечно, лайкают какие-то просто близкие мне друзья. 15 лайков, 25. То есть все видят, но никто как бы не участвует в этом. И тогда мы подумали с моими коллегами, что лучшим способом пригласить, прорекламировать является взаимодействие с аудиторией. Вот любовь к аудитории. Сделать так, чтобы аудитория была приятна. Сделать так, чтобы люди, которых ты хочешь пригласить, чтобы они как-то заинтересовались этой историей. И в этом году мы придумали такую вот штуку. Мы решили сделать конкурс. Конкурс «Создай логотип «Типомания». Вот был сайт logo.tipomania.ru. И на этом сайте вы могли себе сгенерировать, сгенерить собственный бриф и по этому брифу сделать логотип и отправить. Мы думали, что будет штук 150. Оказалось, 505 работ пришло. 505 работ. Более того, мы вот сейчас остановили этот прием. Знаете, какие потрясающие штуки. Причем вот этот бриф, он ну как бы сразу менял форму этих логотипов. То есть он уже, они все были совершенно разной какой-то формы, разного цвета, разного оттенка. И вот получилось, что вовлеклось в этот процесс такое большое количество людей, и они вот уже заинтересованы. А, кстати, эти же логотипы, они все будут отпечатаны на печатной продукции фестиваля. То есть это будут и плакаты, и майки, и какие-то значочки, и даже призы, которые мы обычно выдаем, и они так на сцене у нас стоят, они тоже будут из этих логотипов сделаны. То есть это все фирстиль. То есть мы, ну, во-первых, освободили себя от работы, кстати говоря, арт-директор должен очень мало работать. Очень мало работать арт-директор должен. И, в принципе, чтобы его дизайнеры тоже не очень много работали, тогда всем хорошо. Тогда остается время покататься на велосипеде, попить пиво. Не забудьте, пожалуйста, о том, что все начинается с эскиза. Все, любая работа. Особенно, если вы ее хотите кому-то показать. Возьмите карандаш, нарисуйте. И тут такая еще есть тонкость. Иногда бывает, что вы создали эскиз, а потом сели в компьютер, начали в нем работать и ушли от эскиза. И вам кажется, что, может быть, там лучше получилось. Вот это так не надо делать никогда. Вот создайте такой эскиз, такой крутой эскиз, по которому вы дальше работаете, и все получается. То есть если у вас будет работать вот эта связь, то есть сначала идея, потом она попадает на бумагу, а потом она просто реализуется там в векторе, в фотошопе, в чем хотите. Можно эскиз сделать фильма, можно эскиз сделать выступление. Вот, пожалуйста, выступление сегодняшнее. Вы, правда, не совсем еще знаете, что там будет дальше, но это не страшно. Еще один совет под номером 6, который я могу дать вам как арт-директорам, а я очень надеюсь, что вы прямо изменитесь после этой нашей встречи. Меньше работайте, больше говорите. Объясняю. До того, как что-то сделать. Да, у вас, наверное, у кого-нибудь был случай, когда вы приносите заказчику несколько вариантов, а заказчику ни один не нравится. Поднимите руку, у кого такое бывало, хотя бы один раз. Ничего себе. Ну, хорошо. Смотрите, как сделать, чтобы такого больше не бывало. На предыдущей встрече с заказчиком вы не сидите такой или такая, а рассказывайте мне, рассказывайте, а я сейчас сгенерю, сейчас я скреативлю. Или даже не рассказывайте мне, я сейчас знаю. Вот это неправильная позиция. Вы не только спрашиваете, а вы и обсуждаете. Вы, например, ну, я не знаю, аптека. О, вам заказала какой-то там айдентику аптека. Значит, первый ваш вопрос. Крест, делаем или не делаем? Делаем. Все, понятно. Или нет, 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 не делаем. Вы можете объяснить свой вопрос. Вы можете сказать, что смотрите, вы будете в ряду, там, я не знаю, неких аптек. Кстати, еще зеленый цвет. Используем или не используем? Идем. Ну, это все можно просто в бриф написать. Но правильно еще и проговорить. И очень часто бывает, когда вы на встрече прямо вот так вот с фломиком сидите, сидите с фломиком и прямо рисуете, рисуете. А давайте у нас, где будет размещаться логотип? Там на этих самых, на фасадах. Значит, длинный, понимаете? Значит, длинный, длинный. Или вы чувствуете, блин, длинный, что-то уже как-то задолбало делать. Вертикальный. Ну, так спросите сразу. Вот прямо вот тут же. Да, никогда не встречайтесь с менеджерами. Ну, старайтесь, друзья, старайтесь. Старайтесь выходить дальше. Старайтесь, чтобы ваш арт-директор взял вас на встречу. Очень в этом смысле полезно работать с небольшими клиентами. А с большими не очень полезно работать. Для собственного продвижения. И вообще у вас у каждого, даже если вы работаете где-то на службе, у вас должна быть своя клиентская база. Потому что если вы работаете на службе, и у вас нет своих клиентов, вы в зоне риска. Вас завтра уволят. И что? Откуда вы возьмете деньги на пропитание? Вот эти две вещи были сделаны не в компьютере, а в голове. И они были проданы на встрече. Золотая маска. Вот мы встретились с руководством. Я говорю, там была некая предыстория, что можно делать, что нельзя. И, собственно, идея. Давайте это будут руки. Ну, руки, разумеется, были золотые в моем объяснении. Там произошла некая история занятная, криминальная, которую я вам потом в следующий раз расскажу, когда у нас будет какая-нибудь другая встреча. Руки переплетаются. Вот такие вот прямо, я вот так вот руками показал. Лучше вообще нарисовать. Мне кажется, я вот так вот карандашиком нарисовал. Такие вот ленты, флаги. Такая сценография, какие-то углубления пространства. И это нам поможет получить... Да, мы на съемку пригласим артистов, возможно, участников предыдущих золотых масок. И все, понимаете? И дальше, когда я прихожу к клиенту, я не приношу два варианта. Не надо приносить два варианта. Вы приносите один, но он является точной визуализацией того, о чем вы договорились. Понимаете? Вот можете себя записать. Не делайте сюрпризов. Не делайте клиенту сюрприз. Никогда. У вас есть такая штука? Вы знаете, что это такое? У кого есть такая штука личная? Хорошо. Ну, такая, может быть, не совсем личная, но в достигаемости. Хорошо. Это очень важное оружие наше. Вот так вот в карман прям кладете, когда едете на встречу. Предоставьте возможность клиенту что-нибудь выбрать. Если вы хотите продавить что-то, вот вам, например, очень хочется, чтобы вот эти буквы друг на друга налезали, а вы опасаетесь, что клиент скажет, нет, я хочу ровненько. Вам надо предоставить им возможность где-то себя проявить. Например, вам безразлично какой цвет. Ну, такой он красный, или он оранжевый. Ну, в принципе, не так важно. Важнее, что вот здесь вот такая кинетика происходит. И вы приносите понтонный веер такой. И говорите, значит, я пишу ваше название, вот как мы с вами договорились, так вот плотненько, очень так вот все такое какое-то по-дизайнерски, как вы мне как раз рассказывали на той встрече. Можно, кстати, заранее по телефону позвонить об этом, сказать, что мы делаем так плотненько, такими грубыми шрифтами, такими толстенькими такими шрифтом, такой вот футуркой. Не могу выбрать цвет. Вот смотрите, сколько у меня цветов. И вот эта штука, она действует, ну, просто магически на любого человека. Еще есть во втором кармане вы можете образцы бумаг. Да, клиента вы потеряете на полдня, но зато он будет в вашей власти, понимаете? Давайте всегда возможность человеку, ну, поработать, поработать. Все хотят поработать, все хотят поучаствовать. Просто выделите ту область, в которой вам не жалко. Дайте ему выбрать бумагу. Ну, какая вам размер будет эта меловка, там, 150 грамм или 200 грамм? А может быть, я не знаю, вы так подумайте, можно сделать на меловке, такая вот будет холодный такой, холодный такой дизайн прагматичный. Да, так вот каталог листаешь, такой вот он хай-тек такой. Или, наоборот, в сеточку такую берем, Гмунт или там Мункин, или Маэстро Принт дешевую из Сыктывкара. Это будут такие тактильные классные ощущения, такое вот теплое что-то, да, такое наше родное. М-м-м, клиент говорит, да. И вы с ним полчаса листаете. Потом он у нас счастлив будет. Так, я хочу проверить, какие вы арт-директора. Сейчас наши сотрудники раздадут вам бумагу А3, уже можно раздавать, и фломастеры. Есть у А4, есть у кого-то фломики с собой, лучше фломики. Вот тем вы держите руку вверх, чтобы вам обязательно листочек дали. Если вдруг до кого-то сейчас листочек и фломастер не дойдет, достаньте свои какие-нибудь листочки и бумажки. А сейчас мы будем играть вот в такую игру, которую мы придумали с моей женой Натальей Вильчинской для работы с дизайнерами, которые каким-то причинам не работают еще арт-директорами. Суть ее заключается в следующем. Сейчас мы выберем, я выберу из зала добровольца. Вы хотите, чтобы добровольцем был арт-директор или не арт-директор? Не арт-директор. Сначала не арт-директор. Кто будет доброволец? Вы? Давайте сюда. Доброволец будет арт-директором. Как вас зовут? Татьяна. Прекрасно. Это диван Татьяны. Татьяна будет сейчас смотреть на картиночку, на логотипчик известный и будет словами пытаться вам его объяснить. Юмор заключается в том, что Татьяна не будет видеть, чего вы рисуете, понимаете? Они будут видеть, чего я смотрю? Нет, конечно. Смотрите, мы превращаем визуальный образ, зашифровываем в вербальный. Он летит, 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 летит к вам. И вы его обратно раззиповываете в визуальный. Если Татьяна классный арт-дир, а вы классные дизайнеры, все сработает, вы точно нарисуете. Если она не очень хороший арт-директор, значит, она не скажет о каких-то важных вещах, и вы плоховато нарисуете. А на этих экранах, возможно, даже получится показывать то, как люди рисуют, потому что это будет интересно тем, у кого карандаша в руках нет. Итак, Татьяна, ну смотрите, вы должны не показывать это ребятам. В принципе, для простоты можно сказать, что это за логотип, а можно не говорить, как вы хотите. Сложно или... Почему я не буду говорить? Хорошо. Пошла минута, Татьяна объясняет... Смотрите, ситуация абсолютно нормальная. Арт-директор придумал логотип, точнее, фирменный знак, и пишет там в Фейсбуке или вот в Телеграме, который был, своим дизайнерам, сделай то-то, 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 или по телефону. Слушай, я придумал, что надо сделать, быстро делай, я как раз еду навстречу, и перешли мне этот файл, я его покажу. Это дико важно. А вы помогаете Татьяне. Ну, Татьяна, начали. Так, ребят, мы рисуем три полосы. Эти три полосы под наклоном, справа налево. Первая полоса более длинная, чем вторая, вторая полоса более длинная, чем первая. То есть первая самая короткая, вторая длиннее, третья длиннее. Полосы одинаковой толщины. Полосы представляют собой форму треугольника. Арт-директору нельзя ничего показывать. Арт-директору нельзя ничего показывать. Все опустите рисунки. Все спрячьте, да. В комплексе эти полосы получаются в форме треугольника. То есть вписываем их в форму треугольника. Между полосками пробелы тоже одинаковой толщины. Полосы черные, если это поможет. Ну что, давайте, хватит? Следующую. Нет, сейчас мы проверим сначала. Так, а есть ли у нас камера, куда можно показать? Татьяна, сидим. Где камера? Поднимите меня. Которая вон туда вещает. Адидас, да. Вот смотрите, как он выглядит. У вас всех в эту сторону? Нет. Не всех. А Татьяна сказала, в какую сторону наклон? Или просто сказала? Справа налево. А справа налево это как? Справа снизу налево или справа вверху налево? А покажите мне пока, какие получили. Вот это покажите мне. Смотрите. Сюда, Свети. Сейчас вы... Давайте так, смотрите. Сейчас вот самого смешного не происходит, потому что мы не можем сразу все увидеть. Но после того, как мы закончим, я вас прошу здесь положить эти штучки. И давайте посмотрим. Я прямо сейчас вижу, что есть люди, которые прям точно угадали. Есть люди, которые угадали не точно. И, ну вот, например, смотрите. Прекрасная штука. Справилась? Почти в другую сторону. В другую сторону. А? Справа налево. Татьяна хорошая арт-директор или так себе? Вот так себе. Хорошая. Татьяна, спасибо. С вами закончили. С вами закончили. Татьяну поздравляем. Нет, Татьяна неплохой арт-директор. Я передаю следующему микро. Да, давайте мне пока сюда. Татьяна неплохой арт-директор, но я надеюсь, что Татьяна поняла, поняла суть. Это не для того, чтобы сейчас кого-то там обидеть. Нет, ни в коем случае. Это для того, чтобы каждый понял, что дико трудно это сделать. Ну чего, следующий логотип. Ну давайте. Так. Ну что, попробуйте такое объяснить. Да. А ваше имя? Тека. Прекрасно. Арт-директор Тека, товарищи. Во-первых, поаплодируем. Тека. Ну давайте. Так, вам сейчас придется делать все быстро. Нарисуйте контур прямоугольника, чтобы он был вытянут горизонтально. Вертикальные стороны скосите. От левого нижнего угла к правому верхнему углу. Дальше. С правой стороны отделите полоску. Такую толстенькую, ну где-то 5, одну пятую от ширины прямоугольника. С правой стороны получится такая косая полосочка у вас с одного края. Весь, всю другую часть, две полосы занимает, но к углу они загибаются. Да, круто. Хорошо. Сверху рисуем тоже толстую полосу. Сверху рисуем толстую полосу. К левому краю она загибается и идет до низу. Посередине рисуем такую же толстую полосу. Опять к левому краю она загибается и идет до низу. Они получились параллельны. Слева загибается к низу. Маленькая пауза. Смотрите, стоп. Маленькая пауза. Значит, у этой игры есть такой хард-левел и такой такой, да, легкий, изи. Хард заключается в том, что нет обратной связи. Никто не может спросить. Куда ли? Лайт-левел он позволяет беседовать. Это, кстати, совершенно не факт, что при вот такой беседе иногда бывает, что хуже все становится. Вы хотите их слушать? дизайнеров ваших? Нет. Никто не хочет. Все, дорисовывайте, у вас еще 10 секунд осталось. Нет, ничего спрашивать нельзя. Все, рассказали, короче говоря? Ну и хорошо. Так, Тека, спасибо вам большое. Нажму рук, но не уходите пока. Стоп, не уходите. Во-первых, поаплодируем. А сейчас покажем, в какой камере покажем. В какой камере? Да. Или у вас есть? А, вот прямо на экране есть. Прекрасно. Прекрасно. Отличные результаты. Тека, кстати, пройдите, поглядите. О, а можете все так вот показать? Это очень похоже получилось. Покажите, покажите. Вот, 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 вот. Молодцы, они справились? Ну, это при том, что вы не спрашивали. Да. Если вы не спрашивали, у вас был... Ну, во всяком случае, он длинненький получился. Да. Я поздравляю вас. Так, ты это хороший арт-директор? Садись. И последний арт-директор у нас будет Александр Семенцов. Сейчас проверим. Погнали, я совсем не боюсь. Так, Саш, я тебе выбрал вот такой логотип. Надо объяснить. Значит, у вас, ребята, все, последний логотип должны не оплошать. Фломики, крупненько, чтобы было понятно. Александр, поехали. Минута. Нельзя говорить, что это за логотип. Понял. Нарисуйте, пожалуйста, квадрат. Равнобедренный. Так, теперь возьмите половину этого квадрата по верхней грани и нарисуйте дугу, которая доходит до другой противоположной грани квадрата. Таким образом, это как будто, как бы, круг. А, да, понял, понял вопрос. А, с левой стороны отступаете половину до квадрата и потом рисуете такую дугу в виде круга. Я могу показывать? Ну, вообще нет. Ага. А, дугу в виде круга. Все? Получилось у всех? А я могу с ними коммуницировать? Давайте и нельзя. Да что ж такое? А мне кажется, сложнее и сложнее. Я тогда постою. Ты по телефону говоришь, понимаешь? Теперь у вас получился... А давай, знаешь, руку за спину. Вот так вот. Вот. Можно стоя. Это похоже на крокодила, только словами. Да, именно так. Теперь у вас получился, значит, наполовину квадрат, наполовину круг. Да? Так, и теперь мы берем и примерно в середине этого половина квадрата, половина круга смещаем две эти части. Смещаем, ну, примерно под углом где-то градусов 25. Вот так вот. В правую сторону. Так. Ну, мне кажется, это все, да? Закрашьте черным. Закрашьте черным. Закрашьте. Закрашьте черным. Закрашьте. А все? Я все, у меня больше нет слов. Отлично. Так, еще вам пять секунд на то, чтобы... Мы считаем с Александром пять, четыре, три, два, один, 1,5, 1,75, 0. Как красиво, смотри, как получилось. Ну, хорошо, покажите нам. Давайте сюда. О, прекрасно. Это угол 25 градусов у тебя там? Нормально. Вау, даже красники добавили. Вот это вообще новый логотип. Дэшка, дэшка, дэшка. Поаплодируйте, пожалуйста, арт-директору Александру. Спасибо. Александру. Спасибо, спасибо. Это было просто, ребята. Спасибо. Ну что, сложно немножко, да? Но интересно. Это действительно, Саша прав, это крокодил наоборот. Я вам, ну, прямо очень рекомендую. Вот поиграйте в эту игру. Это знаете, как прям вот какого-то мозг вас достали, вот так вот помыли немножечко, положили обратно. Предпоследняя вещь, которую я вам хочу сказать. А первый ряд мне пока заготовит веревочки. Значит, смотрите, смотреть в глаза, смотреть в глаза. Когда вы общаетесь с аудиторией, когда вы общаетесь с клиентом, когда вы общаетесь с ребенком, все время смотрите на обратную связь. Если этой обратной связи вы не замечаете, вы начинаете заниматься какой-то полной ерундой. потому что вот если я сейчас не вижу, что вам интересно, да, я все время поглядываю. Если я вижу, что вы в телефоны, например, забрались, значит, чего-то я делаю не то. Когда вы выступаете, когда вы продаете свой проект, когда вы сейчас, когда вы общаетесь с своим ребенком, так, это у нас гелий. Гелий, один из, какой самый легкий газ? Нет, водород. Водород, но водород взрывоопасен, а гелий не взрывоопасен. А давайте сюда, чтобы интереснее было, да? А водород, да, водородом, кстати, можно дышать. В принципе, я бы мог это сделать, тогда у меня голос был бы смешной. Так, нитки готовы? Так, сейчас, секундочку. Главное, завязать. О, тянет вверх. Так, вы можете вот эти веревочки аккуратненько по одной дать вот нескольким людям в зале. Смотрите, парочка в первом ряду, парочка в дальнем, чтобы шар оказался в середине. Я даже сейчас, сейчас я прям туда даже прийду. ну что, взяли? Все, нормально, да, хватит. Так, ну что, я пробую отпустить. Держите, ребята. Держите? Точно держите? Держите, хорошо. Вот теперь смотрите, сейчас самое интересное. Значит, если я, вот вы, как бы мной замотивированы, вот если я сейчас скажу отпустить, вы сразу отпустите, в принципе, ну я так предполагаю. А после того, как я сейчас вам это рассказал, вы уже думаете, а может быть не отпустить. Вот теперь те люди, кто держат шар, закройте, пожалуйста, глаза. Закройте, не открывайте, не подсматривайте. Я через некоторое время, вот сейчас, через пару секунд, скажу, отпускайте. И вот тут у вас, получается, есть некий выбор. Вы можете отпустить, и вы предполагаете, что остальные все тоже отпустят, и шар красиво подлетит к потолку и создаст организаторам этого фестиваля некоторые сложности потом. А может быть, кто-то из вас, кто держит с закрытыми глазами, почувствует, нет, а я вот хочу немножко потроллить это задание. Ну а что так, вот он говорит, как надо делать, да, а я вот прямо должна вот так вот делать. Не хочу я. Может быть, все оставят, понимаете, нет возможности сговориться, нет возможности скоммуницироваться. Хотя, может быть, по вот этому тонкому-тонкому проводочку, да, они все пятеро, или сколько там, шесть раз, смогут передать друг другую информацию. Вот смотрите, на счет три я скажу, отпускайте. Я не знаю, что произойдет. Зал не знает, что произойдет, и даже вы сами не знаете, что произойдет, но что-то произойдет. Нет, он либо полетит, либо не полетит. Нет, ну может быть, лопнет, я не знаю, конечно. Но давайте на счет, когда мы скажем три. Раз, два, три. Отпускайте. А теперь отпускайте по-настоящему. Ну-ка быстро, быстро все отпустили. Быстро все отпустили. Класс. Ваше имя Сергей. Сергей, это ваш шар. Это ваш шар. О, оказался один самый смелый. Аплодисменты Сергею. Спасибо вам. А, ну давайте вообще бурные такие овации, да? Да, 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 обязательно, обязательно. Спасибо, Саша, это было офигенно вообще. Спасибо.